Друзья, привет! Меня зовут Игорь Гаврошчак, с YouTube-платформы 24-го канала. Я представляю традиционно нашего гостя ЦЕ-политехнолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте! Здравствуйте, Игорь! Аббас, хотел бы вас спросить о том, что вот такой себе глава Следственного комитета Бастрыкин много наговорил как-то в последнее время. Он говорил и о смертной казни, и Госдуму назвал Госдурой. Ну и, что интересно, он пошел, можно сказать, против Кадырова, потому что он вспомнил об исламе, о запрете Нихаба, уже Кадыров ему ответил, что, мол, слушай, дружок, нужно как-то аккуратнее говорить. О чем я хотел бы спросить, Аббас, о том, что Путин вопрос Дагестана и стрельбы не поднимал. И он как-то пытается это не ворушить, оставить в сторонке. А вот Бастрыкин себе за несколько высказываний позволил и упрекнуть Кадырову, и вспомнить и Госдуру, там Володин тоже сказал, что это оскорбление всего народа. Что происходит? И почему Бастрыкин такой вот стал дерзкий? Ну, вообще, в целом, позиции представителей силового лагеря, они укрепились очень сильно в последнее время. Значит, с момента начала войны, протест же был в первые дни мощный, чтобы его подавить, сразу же власти включили вот этот репрессивный механизм по полной. И он с тех пор так и работает, только набирает обороты. В таких ситуациях силовики, которые становятся главным приводным ремнем, с помощью которого Кремль управляет страной, естественно, раздуваются от ощущения собственной значимости. Им кажется, что они, знаете, на них вся земля русская держится. Они единственные патриоты, которые, так сказать, стоят за Родину до последнего, а все остальные только и думают, как бы ее предать. Они, естественно, вот, им кажется, что можно в любую тему влезать, их мнение ценно. И то, что мы видим в исполнении Бастрыкина, в последние годы с определенной периодичностью с ним случается. И про смертную казнь он не первый раз говорил, и по миграционному кризису. По миграционным кризисам он всегда занимает такую позицию жестко-националистическую. Ну, то есть внутренне он склонен, по всей видимости, к этому. Поэтому, когда где-то что-то там с этнической преступностью происходит, значит, он всегда вылезает и начинает там требовать закрутить гайду по этому поводу. Ну, вот. Что касается стычки с Кадыровым, то, собственно говоря, не Бастрыкин ведь ее начал. Это как раз Кадыров зачем-то в бутылку полез. Собственно говоря, не по делу. Бастрыкин, я меньше всего хочу выступать в его защиту, но Бастрыкин в данном случае говорил об исламизме. Не об исламе. Между исламом и исламизмом есть большая разница. И кому как ни Кадырову это знать. Кадыров, собственно говоря, свою политическую карьеру выстроил. В первую очередь на борьбе вот с этими самыми исламистами, с выходитами в частности. Он их называл чертями, отстреливал их где только было можно. Вот этот весь тот беспредел, который в Чечне творился, ему федералы прощали все эти годы, потому что он борется с исламистами. А если он ему вступит, ну тогда пиши пропалы. Поэтому не будем мешать, не будем формальной законностью связывать ему руки. Пусть, так сказать, все дует до горы. И сейчас вдруг взять и обидеться на Бастрыкина из-за того, что он что-то говорил об исламизме, как будто бы он говорил об исламе, это, конечно, знаете, такая показательная штука. Кадыров, по всей видимости, дрейфует в направлении исламизма сам. Понимаете? Ну, по-другому, наверное, и быть не может. Ведь все эти разговоры о традиционных ценностях, о которых ведется речь, постоянная российская пропаганда. Вот эта борьба с модерном. Ну, мы с вами это уже обсуждали в связи с терактами. Вот этот весь государственный дискурс, он, естественно, ведет в преломлении к исламу, он ведет к укреплению позиций исламского фундаментализма. Ведь кто такие исламисты? Это как раз те, кто против модерна. Те, кто говорят, надо вернуться к истокам. Надо вот взять изначально очищенное от всех позднейших на поставлении учение пророка и жить в соответствии с ним. Вот как жил пророк, как жили мусульмане при нем и при праведных халифах. А все остальное, там, 1300 лет, которые и исламские истории, которые после этого были, ну, их надо, так сказать, отринуть в сторону. То есть это возврат к истокам. Но, собственно, Путин же тоже самое исповедует. Вот. Поэтому Кадыров чувствуется, радикализуется, сам становится все большим ваххабитом. И поэтому он слова Бастрыкина, повторюсь, сказаны не про мусульман, а про исламистов. Он их воспринял на свой счет. Значит, эта история, ну, где-то совпадает с вот этим кейсом, когда сыновья главы района, муниципалитета, оказываются исламскими фундаменталистами, оказываются террористами. То есть речь идет о сращивании исламского фундаментализма с фундаментализмом общероссийским, так сказать. Вот как-то так. Да, Бас, также хотел бы я вспомнить, что Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Казахстане на саммите ШОС. Что интересно, что об этом говорят и западные СМИ, и Владимир Зеленский, президент Украины, о том, что договоренности Путина с КНДР могут негативно повлиять на отношения Пекина и Москвы. Как вы считаете, насколько реально то, что вот даже я, кажется, с вами говорил о том, что есть мафия, есть беспредельщики. Но вот КНДР – это беспредельщик среди мафии. Ну, в общем, да. Ну, не знаю, Игорь, ну, конечно, то, что КНДР – это такой режим-сателлит китайского, но это общеизвестно. И, честно говоря, я не знаю, насколько напрягает Си Цзиньпиня визит Путина в Китай и его попытки с корейцами дружить. Ну, вот, правда, не знаю. Ну, то есть, об этом говорят, что якобы напрягает, но напрягает на самом деле я не знаю, потому что, ну, строго говоря, вот в том, что делал Путин в КНДР, я не увидел чего-то такого антикитайского. Хотя все эти диктаторы, конечно, очень такие ревнивые, и поэтому вполне возможно, считая Корею, Северную Корею, своим задним двором, значит, Цзиньпиня против появления любого другого диктатора на его заднем дворе, так сказать, да? Возможно. Вот, но, честно скажу, не знаю. Да, Бас, хотел бы также вспомнить и Олимпиаду в Париже. Сейчас много говорят о том, что могут так и как и в 72-м году в Мюнхене спецслужбы быть причастны к какому-то теракту. Насколько вы считаете, что это не случится, но это было бы на руку Кремлю? Ну, конечно, любая проблема Запада на руку Кремлю. Вот это ощущение ненормальности происходящего, которое крепнет в российском обществе, но российские власти привыкли как раз с этим бороться, демонстрируя, что на Западе то же самое все. То есть они не столько пытаются доказать, что у нас хорошо, сколько пытаются доказать, что во всех остальных местах то же самое, везде плохо. Это особенность путинского нарратива. Поэтому, ну да, если что-то такое случится, они тут же побегут со словами, но вот вы тут жалуетесь, что у нас там Крокус-Сити или там Дагестан. Смотрите, а у французов у них тоже чего-то такое. Да, конечно. Да, Бас, также хотел бы я вспомнить и Израиль, и Ливан, и угрозы Ирана. Что сейчас там происходит, насколько все серьезно. И вот беспилотники за последние 20 лет 4 часа обстреляли со стороны Ливана на территорию Израиля. Ну, обстрелы в обе стороны идут практически каждый день. То есть реально за 7 октября не было ни одного дня, наверное, чтобы стороны не обменялись ударами. При этом, ну, в принципе, как говорят эксперты, все-таки они стараются, значит, ну, не повышать вот градус выше определенного уровня, там, где может закипеть уже, что называется. То есть они пытаются избежать обе стороны большой войны. Вот. Другое дело, что далеко не всегда, когда стороны пытаются избежать большой войны, им удается это сделать. Да, вот логика конфликта, в принципе, это же всегда эскалация. То есть сначала там вы что-то сказали, потом я вам что-то сказал, потом вы меня толкнули, я вас толкнул, потом раз, ударами обменялись. Ну, это же так начинается, да, слово за слово, как говорится. Вот. Поэтому тут очень активно работают международные посредники. Вот сегодня там в Ливан прилетел руководитель немецкой разведки, например. Постоянно кто-то летает туда-сюда, такая челночная дипломатия. Вот. Разговоры о том, что вот Бильск как раз написал, тоже немецкая Витания, написал о том, что во второй половине июля, где-то в конце июля, Израиль планирует напасть на Ливан. Ну, вернее, и на Ливан, на Хизбаллу, да. То есть надо понимать, что врагом Израиля является не Ливан, как государство, и не Ливанской власти, хотя Хизбалла это часть властной коалиции. Вот. Но Хизбалла в принципе не подчиняется ливанскому правительству. Вот. И это конфликт между Израилем и Хизбаллой. Хизбалла это самое крупное в мире, самое сильное в мире не государственная военная организация, группировка. Вот. И Израиль, ну, у него есть право, в принципе, добиваться, в соответствии с резолюцией ООН, значит, там есть такая река Литания, от нее до границы с Израилем километров 20. Вот эта вот территория между рекой и границей, в соответствии с резолюцией ООН, она должна быть свободна от присутствия там Хизбаллы. Хизбалла, конечно, эту резолюцию давно нарушила, и полотно приблизилась к границе с Израилем. И вот Израиль, в принципе, у него есть формальный повод, да, он сейчас неоднократно заявлял, что, дескать, вы, значит, ну, уважаемое мировое сообщество, пожалуйста, остановите Хизбаллу, значит, и отодвиньте их за вот эту границу летания в соответствии с резолюцией ООН, и тогда мы воевать не будем, а если что, ну, извините, тогда мы уж на них нападем. Иран сказал, что если Израиль нападет на Хизбаллу, то Иран нападет на Израиль, вот, тогда, ну, то есть это будет уже такая большая полномасштабная война. Ситуация напряженная, американцы вновь, как и было сразу после 7 октября, отправили к берегам Израиля, значит, авианосцы, при этом очень сильно требуют от Нитаньяху, чтобы он не начинал войну. Вот, в принципе, Насрала, руководительский Избаллы, сказал, что если, вот, как только закончится война в Газе, в Хамас, то мы, дескать, сразу там, ну, готовы к мирному урегулированию. Вот, а пока не закончится, мы так и будем стрелять. Вот, то есть ключ к решению проблемы Севера в значительной степени лежит на юге, в Газе. Но проблема в том, что Нитаньяху не решает эту проблему, да, потому что ее нельзя решить, не включив механизмы политического урегулирования и начав создавать альтернативную Хамасу какие-то структуры власти в Газе. А Нитаньяху этого напрочь отказывается делать, потому что, значит, у него правительство крайне радикальное правое, и там такие, знаете, вот прям буквально еврейские фашисты заседают в министрах у него ходят. Вот, они слышать не хотят о том, чтобы Газа, значит, там снова оказалась под властью каких-то там арабов или палестинцев. Значит, это, они требуют, чтобы их всех оттуда зачистили, да, туда в Газу вошли изольтяни, создали там еврейские поселения, так сказать, ну, то есть взять и захватить эту территорию. То есть то, что Путин делает в Украине, да, вот эти, значит, союзники Нитаняху по коалиции хотят сделать в отношении Газа. И, значит, Нитаняху боится просто, что коалиция развалится, они просто выйдут из состава правительства, если он уступит требованию мейнстрима мирового, израильского, значит, начать создавать какую-то альтернативную власть в Газе. В лице ли это палестинской администрации, в лице ли там каких-то там мертвозчатых структур из соседних арабских стран, в любом виде он против. Вот, и поэтому, поскольку альтернативы Хамасу там не возникает, Хамас сам себя воспроизводит, да, постоянно. То есть израильская армия убивает там какое-то количество боевиков, они набирают новых среди населения подконтрольной территории, которые там нищие, голодные, прям с голоду умирают, а Хамасовцы приходят и там предлагают деньги. Понимаете, эти люди и так каждый день под израильскими бомбами шанс погибнуть велик. Ну и вот человек думает, ну, и так, и так погибну, да, а так семья с голоду будет умирать, а так хотя бы вот сразу деньги там Хамасовцы будут платить, да еще если я погибну, так сказать, шахидом в борьбе с Израилем, то и семье там какая-то пенсия будет идти, так сказать, да, и поэтому Израиль там их, ну, это как вот голову у Лернейской гидры, Геракова отрубает одну голову, там, вместо нее две другие вырастают. Вот, уже Цахал публично заявил, что пока не будет создана политическая альтернатива, вот так оно и будет до бесконечности продолжаться, а политическую альтернативу не тоняху не создает. Поняв это, израильтяне, конечно, сейчас требуют досрочных выборов, они хотят свалить Нитаньяху. Мощные протесты в стране начались в целом за то, чтобы провести досрочные выборы, сейчас выступает там порядка 70% населения страны. Рейтинги у Нитаньяху, конечно, просели, значит, есть политики типа Беннета, Ганса, которые по всем вопросам более предпочтительными выглядят в качестве премьеры, чем Нитаньяху. Вот такая ситуация. Да, Аббас, хотел бы вас спросить, появилась информация сначала в западных СМИ, потом сами СМИ Израиля писали о том, якобы США, Израиль и Украина ведут переговоры, может быть, о передаче каких-то восьми, может, или другая цифра, неважно, суть в том, чтобы Израиль передал Украине комплексы Патрио. Да. Потом уже в Израиле написали, что, скорее всего, утечка этой информации, правда, это или нет, но она работает против договоренности, хотя они не убеждали СМИ, есть ли такие договоренности или их нет. Но я хотел бы вас спросить, насколько реально то, что нейтральный именно Израиль в вооружении, передача вооружения Украине, может сменить свою позицию в связи того, что сейчас на Ближнем Востоке происходит, ну и, конечно же, частичная заинтересованность России в том, чтобы Ближний Восток пылал. Ну, значит, там, Игорь, не напрямую сказать, что Израиль передаст Украине, там речь шла о том, что Израиль отдаст Америке, так что эти системы он просто сейчас списывает, они, ну, они какое-то там время отслужили, Израиль сейчас их заменяет, на новые, по-моему, собственного производства, значит, какие-то совсем новые системы. Да, и, соответственно, вот, мы Патриот списываем и американцам обратно отдаем, да, потому что это американцы когда-то нам там поставили, вот, а дальше американцы это уже отдают украинцам. Вот, насколько это правда, не знаю, потому что я совершенно не исключаю, что Израиль в принципе просто его же тревожит сближение Путина с Ираном. Там уже вовсю идет речь о том, что Россия будет им создавать, поможет им в создании каких-то там баллистических ракет, ну, то есть, какого-то там нового поколения ракет и создать ядерное оружие поможет там. Ну, то есть, проблем это Израиль обещает много, поэтому я не исключаю, что эта утечка была сделана осознанно для того, чтобы надавить на Россию. Дескать, ну, давайте не надо, если что, можно сильно сближаться с Ираном, потому что если через счет сильно сблизитесь, ну, нам есть чем ответить, потому что вот эти семь или восемь патриотов это в принципе надежно прикрытые семь или восемь украинских городов, то есть, это серьезная штука. Вот, поэтому, Игорь, я не исключаю, что на самом деле речь шла всего лишь вот о такой войне медийной, войне, так сказать, на изматывании нервов сопернику. Может быть, ничего реального за этим не стоит. Хотя, конечно, совершенно не исключаю, что эта схема, о которой мы говорим, она ну, то есть, она выглядит вполне реалистичной, вот, и формально ты даже Израилю ничего не предъявишь, ну, что, они вернули американцам на свою. А что там дальше американцы с этим делают? Так сказать, это не наше дело, ручки-то вот они, как говорится. Так что, может быть, и получится. Также хотел вас спросить о том, что вот 2 июля, во вторник в Киев прилетел Орбан, премьер-министр Венгрии, и он даже анонсировал, что он прилетел с тем, чтобы сделать первые шаги к прекращению, как минимум, огня. Как вы читаете, насколько это может быть посланец Путина вот в преддверии того, что Лавров раньше заявлял, что, последний, кто заявлял, о том, что все-таки нужно, нужно прекращение огня, перемирия, ну, конечно же, на условиях Кремля, но все же, как вы считаете, нуждается ли Кремль в хотя бы передышке? Ну, передышке, не знаю, Игорь, это такая штука, она, она не политическая, скорее, она военная, тут надо военным экспертом, так сказать, на это дело смотреть. Я думаю, с политической точки зрения передышка опасна в том смысле, что возобновить после нее снова боевые действия, это будет реально, ну, вот, главить общество против шерсти. Люди устали, и пока еще есть вот эта обреченность такая, знаете, что, ну, вот, ладно, вот, как бы, война идет, да, что мы можем с этим поделать? А вот, когда она прекратилась, ну, тут люди, значит, у них плечи расправились, они воспряли, так сказать, да, ура, есть надежда, что все это заканчивается, а потом снова начинать, ну, это снова приведет к всплеску недовольства, как, и теоретически даже это может выпуснуться и на улицу, как это было в 22-м году, феврале-марте, вот, и тогда придется очень жестоко все это подавлять, как тогда, вот, а подавление ведет к дальнейшей делегитимизации режима, ну, такая спираль, неприятная, поэтому, думаю, что вот с точки зрения политики, перемирие Кремлю невыгодно, а, ну, на самом деле, конечно, если с военной точки зрения оно важно, то тут политика подвигается на второй план, то есть это все равно часть войны, перемирие, да, а война это штука, которая в первую очередь все-таки ведется военными средствами, и, соответственно, надо учитывать военные возможности, когда ты ее планируешь. Аббас, на днях я говорил также с создателем, основателем, вернее, важной историей, Романом Аниным, и мы говорили о цифрах, да, мы тоже с вами часто вспоминаем цифры, и вот он убеждал в том, что якобы 15 процентов, около 15 процентов россиян против войны, 15, около 15 процентов яркие люди, которые ярко поддерживают Путина и войну, а вот 40 процентов, которые то ли понимают, то ли не понимают, но сказали, вы там себе в Кремле что-то делаете, вот мы как бы вне политики, вот как вы считаете, этот передел, он где-то... А где остальные у него? Вот 15, 15 плюс 40, это 30, это 70, а 30 еще? Ну, мы Аббас говорили не о математике, извините. Ну вот, мы говорили о том, что вот... Не, ну, у меня другая оценка, я, значит, причем я своей доверяю гораздо больше, потому что Анин хороший журналист, но избирательную компанию он не вел, и социсследование не вел. Это мой хлеб. Значит, по моим оценкам, число людей, которые изначально заняли антивоенную позицию, это чуть больше 30%, число людей, которые изначально заняли провоенную позицию, вынужденно, сразу оговорюсь. Ну, то есть людей, которые вообще совсем вот за войну, прям за войну, за войну, да, значит, ну, хардкорных таких, их там процентов 7-8, их меньше 10. Вот, значит, ну, там, до 20 их можно довести в том смысле, что это те, кто... Ну, то есть мы там не будем с Путиным спорить, если он вдруг решит войну прекратить, но вообще надо там продолжать. Да, такая вот периферия драйв, если можно так выразиться. Но изначально, конечно, в силу вот этого давления массового такого, массированного, ну, процентов где-то 55, по моим оценкам, может быть, даже до 60 поначалу, ну, они заняли вот такую, ну, типа, да, поддерживаем. Но это было, у большинства это было скорее, большинство из этой группы, 55-60, это было, была скорее боязнь и репрессий, вынужденное такое согласие без, без такой вот, ну, без внутреннего желания и даже скорее с каким-то вот, с негативом. Вот эта группа, она, конечно, уменьшается, то есть люди, значит, публично не декларируя свою позицию, тем не менее, они уходят в, значит, ну, то есть они перестают этой темой интересоваться принципиально, они говорят, когда их спрашиваешь, то есть они не обсуждают это ничего, они говорят, значит, типа, когда их спрашивает там социолог, там, вы, что вы про это думаете, он говорит, мы, я этим не интересуюсь, это не моя тема, ну, то есть они просто от темы отползают, хотя, конечно, если бы, допустим, там, условного Надеждына или там Дунцова у кого-то из антивоенных кандидатов на выборах бы зарегистрировали, эти все люди бросили бы за них голосовать, то есть они, они, строго говоря, антивоенные, но просто пока они не могут актуализировать безопасным это для себя способом, каким-то образом этот свой антивоенный настрой, они как бы вот скрываются под личиной равнодушия и о политичности, причем, повторюсь, внутренне они, в общем, готовы к поддержке антивоенного движения, и когда, если почувствуют, что они, ну, не сильно рискуют, что это все-таки не запредельные риски какие-то, то есть какой-то минимальный риск, я думаю, большинство из них, в принципе, они готовы с этим даже столкнуться, но с минимальным, конечно, не сгарантированным. Проблема того же антивоенной позиции сейчас, что если ее больше демонстрировать, то ты прям гарантированно нарвешься на неприятности, ну, с вероятностью гораздо больше половины. Вот, в общем, вот очень трудно в цифрах сейчас вот это все выразить, потому что когда ты говоришь про цифры, то некая однозначность присутствует во всем этом, люди за войну или против войны, а большинство, повторюсь, оно такое, оно формально не против, а в реальности против. В общем, вот такая ситуация. Да, Абас, и последний вопрос. Мы понимаем, что в политике нужно планировать все наперед или как-то просчитывать, да, в том и наверняка считается хорошим, да, политик, который умеет просчитать, просчитать, договориться и понимать тенденции. Вот война постоянно не будет идти, да, а что будет после войны? Потому что если вспоминать 2008 год, это была Грузия, потому что рейтинги нужно было Путину поднимать. Потом была аннексия Крыма, вот теперь Украина, что дальше? Путин же не скажет все, до свидания, это мой последний срок. Нужно как-то думать, что делать. Без войны, я так понимаю, без общего врага он больше не вытянет. Или будет продолжать воплощать защиту Отечества против Украины и НАТО, или будет что-то другое придумывать? И поверят ли опять ему, что Запад такой плохой хочет уничтожить Россию? Ну, конечно, окончание войны приведет к ускоренной эрозии путинского режима. Даже если он формально победит, добьется каких-то результатов более-менее убедительных, которые будут сочтены в России успехом, даже в этом случае эрозия все равно будет, просто не сразу. Ну, будет на какой-то момент вообще эйфория связанная с ощущением, что значит слава богу все закончилось, значит убивать перестанут, значит впереди есть надежда, что некая нормализация произойдет, ну, то есть вот это ненормально заканчивается, люди будут конечно очень рады и в первый момент конечно предъявлять претензии к власти не будут, к тому же власти они надо понимать, они умеют создавать эти потенкинские деревни, они организуют там грандиозные торжества по случаю победы, там будут парады, значит торжественные выступления, ура-ура там по телевизору с утра до вечера какие-то, ну в общем такой день победы праздник со слезами на глазах, ну вот, и в принципе им на какое-то время удастся навязать победную атмосферу общества, но это не будет бесконечно, потому что внутренней радости большой не будет по поводу даже там то, что захватили эти какие-то территории, вот, санкции же никто не снимет, если территорию захватили, значит, ну экономика будет продолжать улучшаться, уровень жизни будет снижаться, силовики продолжат добивать экономику, да, они же ее уничтожают, вот, поэтому, значит, спадет эта вот пелена радости, там какое-то время уйдет, ну условно, давайте год предположим, может там год-два, вот, и потом будет происходить, ну то есть случай с Крымом это вот четыре года заняло, с 14 по 18, в 18 году уже вроде стало заметно второй половине 18 года, вот, сейчас, я думаю, это быстрее пойдет, потому что такой эйфории, как в случае с Крымом не будет, потому что все помнят, что тогда вот радовались, флагами размахивали, а чем он закончился с кошмаром каким, да, то есть ощущение эйфории, скорее всего, такое вот, искреннее, да, кажущаяся эйфория там с помощью манипулятивных технологий они организуют, но искренней не будет, поэтому нейрозия начнется раньше, чем через четыре года, ну, давайте год-два, допустим, и вот через год-два, когда люди, вот эти праздники, салюты, так сказать, отгремят, эти ветераны СОО всем надоедят уже, значит, эти бесконечные уроки патриотического мужества в школах там достанут всех, к тому же там преступность будет, значит, с преступностью очевидной будет, и вот это все значит, приведет к тому, что люди начнут переосмысливать ускоренными тэпами, да, а что это вообще было, зачем это надо было, и что вот это мы все терпели ради того, чтобы там Донбасс и Николаев там были нашими, начертания нам сдались, что у нас, значит, земель мало, что ли, вот, вот, ну, большинство, вот, понимаете, исчезнет же вот этот консолидирующий фактор, ну, вот сейчас, типа, нельзя критиковать власть, потому что идет война, там, да, вот это вот фактор войны исчезнет, ну, то есть, быть нелояльным станет легче, в этом будет меньший элемент предательства, власти, конечно, будут кричать про предательство, но вот только отсутствие войны, это будет не очень убедительно, вот, именно это и сейчас не очень убедительно, это будет совсем не убедительно, поэтому эрузия в любом случае будет происходить, конечно же. Да, Абас, большое спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить про важные процессы, в том числе и Ближний Восток, Израиль, Ливан, Иран, вернее, не Ливан, а Хезболла, это корректнее говорить, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Нагадай нашим ночам, с нами был Абас Галяму, политтехнолог, обовязково, подписывайтесь, ставьте лайки, коментуйте, ну и, известно, делиться нашою разговариваю. Меня зовут Игорь Гаврошчак, мы увидимся с вами в эфире 24 канал. Редактор субтитров А.Семкин, субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова